Вот мы и снова встретились, дорогие дачники. Хочу снова коснуться темы ухода за ежевикой. Сегодня 25 апреля. Совсем скоро начнут расти новые побеги ежевики. Формировка куста начнется, когда новые стебли вырастут до 1-1,5 метров. Сейчас я только подвязываю стебли прошлого года к трусикам шпалеры. Но именно сейчас так хорошо видны ошибки, о которых я говорила в предыдущем фильме. И очень важно понять, как не нужно делать. Зашла к знакомой и не удержалась, чтобы не сфотографировать ее ежевику. Помните, я предупреждала в предыдущих фильмах, не спешить открывать, не спешить подвязывать. Я начала приоткрывать ежевику, когда еще лежал снег в середине марта, постепенно открывая снизу все больше и больше. А затем сняла укрытие и через неделю, только сегодня, 24 апреля, я ее подняла и подвязала. Стебли зеленые, почки раскрыты, уже появились листочки. Выглядит сочной и свежей. Началось сокодвижение. Моя знакомая все же не прислушалась к моим советам и очень рано открыла и рано подвязала стебли ежевики. И вот что получилось, смотрим. Темно-сиреневые, даже коричневые стебли. Почки выглядят сухими. Не все могут раскрыться. Хотя эти снимки сделаны через два дня после моих. Чем вызвана такая разница? А если стебли ежевики открыты солнцу, когда еще холодно, а весенние, солнечные, яркие лучи разогревают стебли ежевики, она начинает отдавать свою энергию почкам, не получая питания, влагу, потому что корни не включились в работу. В результате стебли начинают усыхать на солнце и ветру, темнеть, нет сокодвижения. Плюс к этому лоза может получить ожог от ультрафиолета. Она же не привыкла, она всю зиму была под укрытием. Вот как-то так я понимаю. Заодно сравним формировку стебля ежевики. Посмотрите фильм на моем канале «Уход за ежевикой летом». Вспомните, там я рассказала, как нужно формировать стебель ежевики в процессе его роста. Повторюсь, каждый центральный стебель имеет по 6-10 боковых побегов, обрезанных на длину 30-40 см. Сейчас весна. И пока нет листьев, хорошо видно. Вот они, подвязанные силуэт кустика ежевики, как силуэт деревца. Веточки распушены вверху за счет правильной формировки. А вот так не надо делать. Боковые побеги обрезаны на одну-две почки. При такой обрезке уже потеряли половину урожая. Ежевика плодоносит больше на боковых побегах, чем на основном стебле. Делаем выводы. Несколько советов по подвязке. У нас шпалера для подвязки это столбики из труб. Диаметр трубы может быть 7-10 см, а высота 2-2,5 метра, чтобы можно было дотянуться до урожая. Трубы забетонированы. Расстояние между столбиками может быть от 5 до 10 метров. Между ними натянуты тросики. Через расстояние по высоте 50-60 см. Ну, начнем подвязывать ежевику. Стараясь аккуратно выпрямлять ее стебли. Они с виду крепкие, но очень хрупкие. Мой совет. Располагайте стебли вертикально, с небольшим уклоном. А по обе стороны куста нужно оставить место для вновь отрастающих побегов. Будем подвязывать их, новые побеги, слегка наклонно. Я считаю это наиболее правильной подвязкой, потому что так будет легче осенью пригнуть вновь отросшие стебли для укрытия. Они хрупкие и должны привыкнуть к горизонтальному положению. Нижний тросик оставляем для подвязки молодых побегов. Вот таким должен быть ряд кустов здоровой ежевики. Стебли толстые, от 1,5 до 3 см толщиной, зеленые и правильно сформированные. Осталось подкормить кустики ежевики, чтобы она готовилась к цветению и плодоношению. Осенью я подсыпаю к основанию стебля компост или перегной, а весной только вношу комплексное удобрение. Ей, как и всем растениям, нужен азот для роста новых побегов. Фосфор для крепости стеблей, повышение образования цветов. И калий для нормального фотосинтеза, для сопротивляемости грибковым заболеваниям. Несение калию осенью повышает зимостойкость. Нужны макро и микроэлементы, но все в нужных объемах. Поэтому я люблю комплексные гуминовые удобрения. Они содержат полный набор элементов питания, макро и микроэлементов. Восстанавливают плодородие почвы, хорошо усваиваются, особенно весной в жидком виде. А главное, урожай экологически чистый. Ну а в течение сезона поливаю раствором ферментированной травы. Добавляю растворы байкала М1, золу. Но вообще ежевика достаточно неприхотливое растение. Если в почве есть все для развития ежевики, то она имеет хороший иммунитет. И как правило, не подвержена вирусным заболеваниям. И еще совет, чтобы отпугнуть разных вредных насекомых, жуков, клещей и других, не забываем о таких растениях, как чеснок, бархатцы, лук, которые можно посадить между кустами. Своим запахом они отпугивают огромное количество видов некоторых вредителей. А у нас радуют всех прохожих нарциссы. Освежая пока еще скучноватый ранний весной участок. Они зацветают раньше всех, потому что были под укрытием вместе с ежевикой. Смотрите фильмы, следуйте моим советам. И вы всегда будете иметь отменный урожай этих замечательных на вкус и полезных ягод. Следующий фильм из этой серии будет на тему, как посадить ежевику и как можно ее размножить. А пока, до новых встреч на моем канале, мои дорогие труженики! Успехов вам! Субтитры подогнал «Симон»!